Йод. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы поговорим об очень важной теме, о непонятной важности йода для наших садовых дел. Я попробую вам рассказать о том, насколько важен йод для растения, для чего он важен, если важен, как его использовать, когда его использовать, сколько его добавлять, если его добавлять нужно. Ну что, начнем? Вообще его применение в саду и огороде часто окутано мифами и недопониманием. Миф первый. Йод – универсальное средство от всех болезней. Да, действительно, йод обладает некими антисептическими свойствами и может быть использован для борьбы с некоторыми болезнями растений. Но это не означает, что он является универсальным решением для всех проблем вашего сада. Некоторым, я бы даже сказал, большинству болезням и вредителям абсолютно наплевать на йод. Вернее, на те концентрации, которые мы можем использовать. И его использование чаще всего будет причинять больше вреда, чем пользы. Миф второй. Йод способствует увеличению урожая. Некоторые садоводы утверждают, что регулярное использование йода помогает повысить урожайность растений. Но научные исследования не подтверждают этот миф. Вернее, не абсолютно подтверждают такие факты. Да, я читал статьи об увеличении некоторыми растениями урожая на 5-10%. Однако, согласитесь, ну согласились бы вы использовать какой-либо препарат, если бы вам гарантировали некое 50 или 10% увеличение. Да, этих процентов вы практически не увидите. А самое главное, что правильное удобрение, полив, солнечный свет, до генетика растения, сорт его, влияют на урожайность гораздо больше, чем эти 10-5%. И миф номер три. Говорит о том, что йод способствует защите растений от вредителей. Да, на некоторые вредители он оказывает несущественное влияние. Но мы все-таки рискуем, что используя йод, больше нанесем вреда, чем пользы. Не так давно ученые все-таки пришли к выводу общему, что йод все-таки полезен для растений. Вместе с этим не все ученые считают его микроэлементом, то есть каким-то необходимым для растений, что его прямо тут нужно дополнительно вносить и заморачиваться еще по этому поводу. Что значит, что растение абсолютно спокойно может вырасти на питательном растворе или грунте без йода и не заметит его существования, вернее его отсутствие. Вообще считается, что когда-то давным-давно, когда растения только появились и жили еще в океанах, они только осваивали процесс фотосинтеза и им необходимо было справляться с большим количеством лишнего активного кислорода, который появлялся в этом процессе. Ну и вот именно тогда йод и явился тем основным, одним из первых неорганических антиоксидантов. Наверное это слово для всех уже в нашем мире знакомо. Любой стресс у растения вызывает накопление вот этих активных форм кислорода. И именно антиоксиданты приводят к его снижению, что соответственно повышает стрессоустойчивость растения. То есть йод помогал и помогает водорослям справляться со стрессом. Вот простая квитэссенция всего того сказанного. Именно поэтому концентрация йода в морских обитателях держится на таком высоком уровне. Там йод все еще продолжает играть эту свою роль. Пример морская капуста, она же ламинария. После того как растения вышли на сушу, им пришлось искать альтернативу йоду из-за того, что на суше просто гораздо меньше концентрация йода в почве и воздухе. Ну сравните в нашей пище, которую мы употребляем в среднем около 80 микрограмм йода на килограмм продукт, а в морской рыбе аж 1500 микрограмм на килограмм. И вот какая альтернатива растению? Аскорбиновая кислота, витамин С, она же играет те же функции у растения, что и йод у морских обитателей. То есть витамин С это антиоксидант, его прямое назначение борьба с активными формами кислорода во время стресса. Не путайте с назначением витамина С у человека, там еще несколько ролей очень важных. И именно потому что растения нашли замену йоду, теперь так сложно вообще научно доказать значение для растений и механизмы главное действие. Итак, важное. Йод все таки вызывают у большинства культурных растений раннее цветение. Это доказано. У некоторых способен немножко повышать урожайность, увеличивать как минимум массу зеленых частей. Но самое важное, как по мне, это, конечно, усиление иммунитета. Да, да, все как у нас с вами. А в принципе, почему бы и нет? Мы же в прошлом все были одноклеточными и жили в океане. Некоторые такими же и остались. Не будем об этом. У растений есть даже вещества похожие или даже идентичные нашим человеческим гормонам щитовидки, тироксину и триотиранину. И действие главное у них такое же. Они точечно, буквально напрямую оказывают действие на генетический аппарат клетки, на активность определенных генов, в том числе на гены, которые приводят к образованию защитных метаболитов, то есть защитных соединений. Мы все уже наслышаны, и я об этом неоднократно говорил, о салициловой кислоте, которая образуется в ответ на стресс. Так вот, активацию образования салициловой кислоты может активировать в том числе и йод. Несмотря на то, что растение уже вроде бы как бы и забыло в процессе эволюции все эти механизмы, заменило их на новые, но по старой памяти йод их активирует. А так как некоторые растения в процессе эволюции эти механизмы утратили, мы и не можем поэтому говорить с точностью о том, что вот для всех растений он подходит. Для некоторых подходит, для некоторых нет. Но именно потому, что в процессе эволюции некоторые растения эти механизмы полностью утратили. Поэтому для некоторых этих растений йод абсолютно бесполезен. И теперь еще главное. С йодом лучше не шутить. Это уже практика. Если вы хотите использовать, как советуют на просторах интернета, то есть там 3 капли на 3 литра воды, лучше всего спиртовой раствор йода вносить совместно с гуматами. Почему? Потому что он связывается с гуминовыми кислотами и лучше, легче усваивается растениями. В научных экспериментах, кстати, такой вот йод, спиртовой раствор йода практически не используется. Просто потому, что он неустойчив и очень быстро испаряется из раствора. При поливе под корень или тем более по листу, при опрыскивании по листу, мы по большому счету насыщаем йодом воздух. А вот одна таблеточка ядидокалия на 1 литр сделает раствор для полива особенно приятным. Данная концентрация доказанно приводит к увеличению урожайности. Но только, правда, тех растений, которые в принципе могут хорошо отзываться на дополнительный йод. Это не противоречит тем, что я сказал чуть-чуть выше. При этом такие концентрации не повредят тем культурам, которые критично, то есть плохо реагируют на йод. Да, к сожалению, есть и такие. И так, напоминаю, одна таблеточка на 1 литр. Можно под корень, можно опрыскивать по листу. Ну, кстати, еще абсолютно непонятно для ученых, почему йод для некоторых растений скорее вреден. Связывают эту вредность с конкуренцией йода со стандартными микро- и макроэлементами. Вообще, сложность изучения йода для растений заключается в том, что в этом процессе слишком много различных факторов. И именно поэтому у одного обработка приведет к желаемым результатам, а у другого садовода нет. Ну, это как говорить о полезности, скажем так, подзатыльника школьнику для лучшего усвоения материала. Один испугается и выучит, а другой в ответ стул бросит. Стандартные, ну и лучшие концентрации, это всего лишь одна таблетка и адидокалия на 1 литр. Для опрыскивания или для полива хуже не сделает, а точно поможет большинству растений. Та концентрация, которую советуют в сети, 3 капли на 10 литров, это примерно такая же концентрация и получается. Однако, такой состав не насыщает воздух, а употребляется растением. При этом, допустим, белокочанная капуста йод не любит. Так же, как и картофель и кукуруза, отрицательно относятся к дополнительному йоду. А вот помидоры любят побольше. Там можно весь этот флакончик на ведро 10 литров и по листу, и под корень доказано, что томаты при такой концентрации будут больше накапливать сахаров, фруктозы, глюкозы, витаминов, в том числе витамина С, микроэлементов, различных, что самое важное, как для меня, это, конечно, вкусоароматические соединения. При этом урожайность не повысится, а вот качество плодов повысится, в том числе в плодах будет больше содержания йода. А нам это очень важно. Так же ученые спорят и о полезности использования сыворотки для внесения йода, о чем советуют на просторах интернета. Дело в том, что сама по себе сыворотка является хорошим удобрением, и внесение ее даже без йода принесет много пользы растению. Однако, по последним данным, органические вещества сыворотки, так же, как и гуматы, активно связывают йод. Таким образом, мы не насыщаем йодом воздух, а реально даем его растениям. Для этого нужно всего лишь стаканчик сыворотки или обезжиренного молока, нужное количество йода, ну, допустим, 10 капель, все это развести, а потом вылить в 10 литров воды, а затем опрыскиваем или поливаем. Также не стоит забывать, что йод при опрыскивании по листу может связываться с воском на поверхности растений. Лист растения покрыт кутиклой, воском, которая защищает от иссушения и от проникновения патогенов. Поэтому насыщение воска йодом приводит к дополнительному препятствию на пути любых проникающих, скажем так, грибов. Однако, к сожалению, через неделю уровень йода опять придет к исходному, поэтому рассчитывать на это тоже особенно не следует. При этом не нужно проводить, и это очень главное, обработки просто так, что называется бесцельно. Лишний йод вызывает появление дополнительной устойчивости и у бактерий, и у грибов. Механизмы у нас одинаковые, так почему не следует на это рассчитывать? Лучше проводить обработку вообще только в двух случаях. Только перед цветением для его ускорения и эффективности, а затем при наступлении неблагоприятных условий. Это болезни, холод, переувлажнение, засуха. Допустим, при ожидании неблагоприятных погодных условий вы узнали, что будут туманы, когда будет оживление той самой патогенной микрофлоры. Можно сделать обработку. Очень много различных «но». На все возникшие вопросы я отвечу в комментариях. Ставьте лайки, если тема вас заинтересовала. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, чтобы своевременно, как минимум, получать уведомления о новых и интересных роликах. Ну и в завершении опять пожелание. Пусть йод вам будет нужен лишь в огороде, а не как лекарство вместе с бинтами. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok